Продолжение следует... Всем они рассылаются, для новичков ничего страшного не произойдет. Вот, то есть, все в новостях и на каналах в личных кабинетах есть, поэтому, друзья, ничего такого страшного нет. Поэтому мы разбираемся, разбирались по сбою, который у нас произошел в среду на прошлой неделе вечером, ну, более-менее разобрались. Сейчас тоже у нас... Так, там меня жаловались, что не очень звук нормальный. Сейчас, друзья, дайте обратную связь. Звук нормальный сейчас в комнате? Вот, в перископе-то я вижу, все пишет нормально. Вот и сама. Так, все, Александр, Борис, так сказать, все отлично, так сказать. То есть, я тоже это самоудивился, когда мне писали, что почему-то очень звук хрипит. Вот. Поэтому, друзья, давайте относиться к этому абсолютно спокойно. Это все техника, это все организационные вопросы. Поэтому бывают накладки, бывают сбои, бывает и сбои человеческие, когда ошибаются, что-то делают. Бывают сбои в технике. Вот. Мирополис часто вчера мне раза три или четыре за вебинар выбрасывало из комнаты. Ну, друзья, что с этим делать? Особенно сейчас, когда мы ведем параллельный перевод на 4-6 языков. Соответственно, давайте к этому подходить абсолютно с пониманием. Ну, вот, друзья, давайте, вот я смотрю, у нас потихонечку народ еще прибывает. То есть, тот, кто подходит уже именно на расширенный технико-экономический вебинар. Поэтому, друзья, я коротко еще об основных событиях, которые произошли за последний месяц, последнюю неделю и даже последние несколько дней. Вот. То, что сейчас... Вячеслав, хотя вот теперь немного дребезжит. Ну, здесь, друзья, я уже ничего сказать не могу. У большинства все-таки звук... Давайте чуть-чуть потише здесь. Сейчас. Все. Олег пишет, что нормально. Ну, ладно. Наймите путевого хактера, пусть отладит ваш луноутбук. Здесь, друзья, я вам могу сказать, что с хакерами у нас там все в порядке. В том плане, что мы вчера провели, когда вот эту нашу презентацию, новую мастер-класс, открыли сайт, открыли. Это самое. Вот вчера вечером этот сайт заблокировали. Вот. Сорвали как бы работу у нас там, регистрацию. Так что я могу сказать, со всеми и с работой желающих сегодня залезть в мой компьютер и что-то там наладить и подделать больше, чем достаточно. Поэтому, так что, так сказать, будем, друзья, к этому тоже относиться с пониманием и в этих условиях работать. Ну, как Алексей начал уже говорить, вот, по событиям, которые сейчас действительно активно развиваются и двигаются, это, друзья, наша активная работа и контакты, которые начались в конце прошлого года в Индии. Вот. Сначала Виктор летал на встречу с очень такой интересной группой инвестиционной в Швейцарию, в Цюрих. Встречался именно с людьми, которые организовали встречу. Потом Анатолий Дуарович с Виктором летали уже в Индию, встречали в Штатах, где предполагались адресы. Вторая поездка была, это уже прям самый конец декабря. Это уже встреча с федеральным министром Индии, именно министром транспорта. И была достигнута договоренность о реализации конкретных адресных проектов в ряде штатов. И вот буквально на прошлой неделе, друзья, был еще один визит уже генерального конструктора и заместителя генерального директора Виктора Бабурина в Индию, где был подписан первое соглашение, первый договор о реализации трех адресных проектов по разным видам направления. Это и скоростная дорога, это и строительство грузовой трассы, и строительство первого участка, который будет и опытный, демонстрационный, сертикофициционный для Индии, и, соответственно, дальше он будет продлен, уже встроен в реально действующую трассу. Общая сумма контрактов, она не озвучивалась, мы ее сознательно не называем, но это порядка миллиарда долларов там, без чего-то, так сказать. Поэтому, друзья, это больше информации, чтобы вы тоже понимали, ни конкретики, ни какой штат, ни какие трассы, эта информация никогда, друзья, во всяком случае на данном этапе озвучиваться не будет. И здесь, чтобы вы тоже понимали, друзья, условия, ну или так сказать, почему это происходит, вы должны тоже относиться с пониманием. Потому что вы помните, когда прошел экспертный совет Минтранса, и мы объявили о том, что Минтранс дал заключение, был протокол, и этот протокол вывесили на сайте Минтранса. После этого, друзья, произошел шквал звонков, как со стороны из лучших побуждений наши союзники, друзья, звонили и интересовались, действительно ли это, это правда, и Минтранс поддержал. Но также, друзья, и был шквал звонков от наших, как вы понимаете, тролли умеют не только писать в чатах и заниматься, ну такой как бы там билетристикой, но еще могут делать конкретные уже мерзкие шаги. И вот как раз Минтранс завалили вопросами, они там в течение двух дней получили тысячу запросов, и они вынуждены были закрыть этот сайт и убрать протокол со своего сайта Минтранса. Вот он остался на других ресурсах, мы вам показывали этот протокол, но из этого мы сделали вывод, что не все, друзья, можно сейчас показывать и озвучивать, тем более сегодня показывать тех партнеров, с кем мы начинаем работать, потому что как, друзья, это и прямая конкуренция, когда начнет давление, так и прямое вредительство, который проект. Поэтому, друзья, мы не имеем права вам не сказать о том, что и такая договоренность у нас есть, и с заустроенной технологией, и с председателем совета директоров, соответственно о том, что мы эту информацию озвучиваем, потому что это очень важно знать для инвесторов, это очень важно знать для наших партнеров, и не обязательно знать конкретику для наших оппонентов. Естественно, друзья, мы понимаем, что мы оставляем ряд лазейки, что всегда какие-нибудь додики будут сейчас кричать в интернете, что мы рассказываем сказки, никаких контрактов никаких нет. Вот, сейчас, друзья, перескоп подвес. Вот, что это все пустые разговоры. Это, друзья, мы тоже сознательно на это идем, ничего страшного в этом нет. Придет время, вы все узнаете. Если вы считаете, что мы вот так вот откровенно можем сотням тысяч людей давать такую липовую информацию, то, друзья, я могу сказать, что вы ошибаетесь. Вот, придет время, и четко я, со своей точки зрения, произнося и доводя эту информацию, я предпонимаю, какая ответственность сегодня идет у нас. Поэтому, друзья, по Индии, это был звонок прямо после самого подписания, когда Анатолий Дуарович вместе с Виктором позвонили, и очень на таких эмоциях сказали, что все, первые соглашения, которые за собой влечут конкретные контракты на трассу, подписаны, и начинается очень активная работа уже по трассировкам, по проектированию конкретного и подвижного состава и трасс, и эта работа начнется уже летом этого года. Вот, соответственно, друзья, мы все с вами очень бурно, помните, это отметили, это для нас, для директоров, это была именно работа, к которой мы шли три года, и сейчас это серьезный результат. Потом, следующий шаг, когда Анатолий Дуарович, и эта новая информация, которая тоже сейчас в чатах отчасти комментируется, отчасти, как бы, уже есть некие определенные такие информационные посылы, которые показывают, что эта информация идет. Это связано сейчас уже непосредственно с соглашениями в Арабских Эмиратах. И здесь я могу сказать, что, друзья, нельзя, или она продвинулась дальше, чем в Индии. Нет, друзья, она находится на такой же стадии, то есть подписано соглашение с очень серьезными влиятельными силами в Арабских Эмиратах. Это члены королевской семьи. Опять же, друзья, как вы понимаете, эта информация будет только общая, и претензии, которые вы можете предъявить, будут только ко мне. Но, общаясь и с Анатолием Дуаровичем Леницким, и с Виктором, естественно, я могу сказать, что там также начата работа по конкретному адресному работу, адресному проекту. Проект даже более крупный, чем в Индии. И, соответственно, также в ближайшее время выйдет уже на подписание конкретных контрактов. Там принято решение о создании управляющей компании в Арабских Эмиратах, которая будет осуществлять проекты на территории Арабских Эмиратов и близлежащих стран, в которыми она будет выступать инвесторами. Соответственно, друзья, это тоже такая очень для нас важная сейчас и информация, и проект, потому что с Арабскими Эмиратами переговоров шло очень много. Переговоров шло очень много. Вообще, скажем так, и Арабские Эмираты, и вообще Арабский Эмир, он очень сложный для договоренности и для принятия решений. Десятки раз туда ездил и Юницкий, и наши партнеры. И сейчас знаменательно то, что это первый раз, когда вышли уже на конкретику, вышли на непосредственное соглашение, вышли на уже подписание контрактов. Поэтому это тоже очень важный шаг. Мы будем вас информировать по мере того, как это будет идти, потому что, опять же, друзья, чтобы вы понимали, как партнерам мы не имеем права это не говорить, потому что это очень важные вехи. И в то же время больше информации раскрывать тоже нельзя, потому что это уже все-таки бизнес-контракты, и с коммерческой точки зрения можно получать определенные проблемы. Поэтому тоже, друзья, те, кто наши, скажем так, и партнеры, и те, кто понимают, они относятся к этому с пониманием. Ну, а для балаболов и для всех остальных, друзья, все, что мы не говорим, они будут использовать против. Поэтому мы к этому тоже относимся абсолютно спокойно, исходя из того, что все равно каждое слово будет перевернуто и использовано против нас. Поэтому, естественно, друзья, мы пытаемся более-менее все-таки выверенно говорить, но когда такой объем информации и такое количество людей, которые в проекты, как вы понимаете, это, друзья, все равно невозможно. Так, повторите, пожалуйста, основное про Эмирата было неслышно, звук пропадает. Так, ну, не знаю, по-моему, я все сказал. Вот, и те, кто услышали, те, наверное, услышали. Вот, поэтому, если констатировать на том этапе, на котором сейчас находимся, то сегодня идет строительство четырех демонстрационных участков, собирается уже пять модификаций подвижного состава по разным направлениям. Первого июля на Экофесте уже основная часть будет продемонстрирована и показана. Идет работа активная с крупными инвесторами, которые рассматривают уже серьезные инвестиции в проект, именно в Эко-технопарк. Идут переговоры с заказчиками, которые рассматривают адресные проекты. И здесь еще, как комментарий, могу сказать, что сегодня, вот, делегация приехала из, сегодня, вчера, сегодня работает в Эко-технопарке из Германии. Они рассматривают и как возможность крупных инвестиций, так и конкретные адресные проекты на территории Германии. Это тоже для нас очень важный момент, потому что партнеров такого рода из Европы, из Германии еще пока не было. У нас были из Словакии, из Чехии, из Венгрии, те, кто рассматривали адресные проекты. Из Германии пока вот это первая такая делегация. Значит, в четверг будет делегация Лиги Арабских государств именно по взаимоотношению арабских стран и Европы. И мы едем с секретарем этой палаты взаимоотношений арабских стран и Европы для того, чтобы рассмотреть проект для шести арабских стран. Там один из проектов, который рассматривается, это скоростная трасса вокруг Персидского залива. Это, друзья, не надо строить подписание контрактов или еще. Это, друзья, начало большой работы. Приезжают именно делегации этих стран. Дальше мы покажем репортажи, покажем, кто будет. То есть, по мере того, как это будет согласовано с компанией, ту информацию, которую можно будет давать. Либо это пройдет в репортажах с самой ЗАО «Струнные технологии». Вы всю информацию, друзья, узнаете. Это начало большой работы. И для нас очень важно, друзья, чтобы понимали, почему начинает работать очень эффективно сейчас Марина Горка Эко-технопарк. Потому что, если делегации шести арабских стран собираются и прилетают зимой в холод, у них там все-таки намного теплее, в Белоруссию, в Марину Горку, значит, друзья, это как минимум им интересно, как минимум это надо. Поэтому сегодня посещение Эко-технопарка для нас, друзья, это своеобразный фильтр. То есть, когда делаешь демонстрацию крупному бизнесмену или крупной структуре, потом начинаем о чем-то говорить. Следующий этап у нас сразу же, друзья, следующие переговоры все идут только в Минске и в Мариной Горке. Потому что, если вас эта информация заинтересовала, и вы позиционируете себя как серьезный партнер, серьезный инвестор, или вы можете организовать работу по серьезному проекту, то надо сначала своими глазами увидеть конструкторское бюро, производство, демонстрационные площадки, образцы действующей техники, все, что строится, поговорить с инженерами, с генеральным конструктором, только после этого принимать следующее решение. Если человек говорит, что мне все понятно, я готов инвестировать миллионы долларов, друзья, я на это даже не обращаю внимания. Это балаболы. И, к сожалению, у нас был такой пример, когда человек очень активно декларировал то, что он инвестирует 5 миллионов долларов, что он подписал договора, но на весь вопрос, когда ты поедешь в эко-технопарк, он говорит, не, это не обязательно, мне и так все понятно. Так вот, друзья, как показала практика, никаких инвестиций и никакой серьезной работы от такого рода балаболов нет. То есть у нас здесь хороший пример, это Род Хук, который услышал, заинтересовался, и потом три раза приезжал в эко-технопарк, для того, чтобы видеть этапы, общаться, понимать вопрос. Вот это, друзья, взгляд профессионалов. Еще у нас рядом, есть ряд очень интересных, где у нас еще сейчас одна такая очень серьезная делегация из Индии, которая работает напрямую, у них в Индии же кастовая система, и вот министр транспорта, это одна ветвь такой очень серьезной элитной организации. А есть еще ряд, выходит, которые на других минирах, и вот они тоже заинтересовались. Подход у Анатолия Дуаровича здесь абсолютно правильный, что у нас нет ни перед кем приоритетов, нет никакого эксклюзива, мы работаем со всеми, кто готов продвигать проект. И таких групп уже несколько, и в той же Индии, и вообще по всему миру. И когда к нам обращаются, говорят, дайте нам эксклюзив на какую-то страну или группу стран, друзья, самый эксклюзив, это активность работы. Чем больше вы активно работаете, привлекаете инвесторов, и партнеров, заказчиков, вот ваш приоритет. А если вы только... То есть у нас есть тоже такие примеры, когда люди говорят, мне дали эксклюзив, и только на эту страну работаю только я. Это, друзья, большая глупость, абсолютная глупость. И когда вы от кого-то где-то это услышите, никогда этому не верьте. Вот это просто, опять же, очередные самозванцы, которые пытаются уже на теме Skyway заработать себе. Вот, к сожалению, такие примеры тоже есть, и отчасти по тем странам, вот куда мы сейчас с Алексеем буквально на следующей неделе поедем, тоже уже как раз разбираться с очередными вот такими вот лидерами или эксклюзивными представителями, которые начинают себя позиционировать уже как Skyway в той или иной стране. Ну, друзья, это, опять же, ничего в этом удивительного нет. Это говорит о том, что проект развивается и интересов очень много. Так, Марина пишет, что с Австралией? Австралия, друзья, она как и шла идет своим чередом, очень уверенно, очень быстро, но, друзья, здесь вопрос вы должны понимать. Австралия – это британское право, это британская система из сертификации безопасности. Там живет, там чуть меньше 40 миллионов человек освоена совсем небольшая территория. Это абсолютно небольшая экономика с точки зрения, ну, именно экономических интересов и процессов. Поэтому Ротхук – это наш стратегически важный партнер, он первый начал двигать, но с точки зрения перспективности, друзья, мы, конечно, с большим удовольствием будем ждать и двигать, что будет развиваться в Австралии, как развиваться, вот, но теми просто неимоверно интересными темпами, как развивается динамика в Индии, это просто нельзя сравнивать. Страна с населением миллиард 300, и, как сказал Бабурин, там куда ни ткни пальцем, попадешь в адресный проект, потому что сегодня рассматриваются уже около по строительству трасс, где будет миллион пассажиров в сутки, друзья, миллион пассажиров, вот, то есть, это вся Австралия должна съездить, так сказать, для того, чтобы получить такой, такой пассажиропоток, вот, поэтому здесь также очень активно сейчас подходят, ведутся переговоры с Индонезией, и с правительственными кругами, и с крупным бизнесом, и вот в конце марта Виктор с Алексеем будут в Индонезии на крупной транспортной выставке, где запланирован уже целый-целый ряд переговоров с правительственными чиновниками и с крупными бизнесменами, вот, туда также прилетит делегация с Филиппин, потому что Филиппины, как вы помните, мы познакомились с этой делегацией в Берлине на выставке и на транс, вот, потом делегация приезжала к нам 29 ноября, когда был первый технологический прогон, то есть рождение технологии Skyway и Unibike начал ходовые испытания, и сейчас с ними идет постоянно переписка, и вот следующий раунд такой очень серьезной встречи будет вот на выставке в Индонезии, это в конце марта, вот, соответственно, в Джакарту летит там Виктор, и потом оттуда они еще, вот, по-моему, в Арабские Эмираты опять для следующих переговоров, поэтому, друзья, сейчас можно четко позиционировать и говорить, что эти процессы идут постоянно, по мере того, как они будут обретать какие-то осязаемые очертания, мы вам будем об этом говорить, мы ни в коем случае, друзья, я считаю, не имеем права это скрывать, потому что хотелось бы, конечно, друзья, все эти переговоры проводить втайне, говорить там, и показывать уже только готовые результаты, и о том, что вот, ребята, мы договорились, вот мы начали строить, но, исходя из того, что мы сейчас работаем в информационном поле полной открытости, мы показываем каждый шаг, и вы помните, в этом есть вторая сторона своя, то есть есть вещи, которые мы иногда говорим, озвучиваем, а получается, несколько по другому сценарию развиваются события, но самый такой наглядный пример, друзья, это, конечно, Литва, вот, когда два года назад у нас были большие иллюзии по поводу того, что европейская страна, где у нас была серьезная поддержка у мэра, у сейма, ошевляя, когда мы начали работать с Еврокомиссией по транспорту на именно строительство первой трассы, вот, и казалось бы, что вот все уже очень радужно и очень хорошо, но потом вмешалась русофобия, политика, геополитика, вот, вся эта нечистоплотная конкуренция, и все это закончилось тем, что вынуждены были уйти из Литвы, там получились еще небольшие разногласия и с властями, это самое, но тоже, друзья, нельзя было это все делать тайне, и нельзя это было все скрывать, поэтому сегодня в век информационной открытости узнать все можно, все очень быстро, поэтому здесь мы с вами как партнеры и именно те, кто работает, активно развивает проект Skyway, мы должны с вами понимать одну очень важную вещь, друзья, что на сегодняшний момент мы становимся классическим венчуром, классическим венчуром, и это мы сейчас видим на демонстрации нашим партнерам с Европы, которые подключаются к проекту все больше и больше, потому что сегодня в отдельном весе объем инвестиций в России он очень быстро сокращается, не то, что инвестиций становится меньше, нет, друзья, всем инвесторам большой поклон и всегда очень хорошее пожелание, потому что активно идет работа, но развитие именно сейчас с точки зрения объемов финансирования, именно интереса к проекту сейчас идет со стороны европейских партнеров, и это, друзья, понятно почему, мы стали для них осязаемым венчуром, то есть и тогда любой сегодня, кто приезжает, наш партнер с Европы, он видит, он видит 220 работающих конструкторов, он видит новейшие программные комплексы, новейшие компьютеры, и соответственно, как идет изготовление конструкторской документации, он видит опытное производство, это более 6000 квадратных метров современнейшего, а сегодня оно переоборудуется, это станет просто такой интереснейший, новейший завод с лазерными резками, с лазерной сваркой, с 3D принтерами, это все, друзья, тоже придет время, вы тоже все это увидите, это все идет работа, и когда мы были с делегацией Словакии, то прям при нас начали именно уже степельную сборку 24-х местного Юнибуса, когда все чертежи, детали были развешаны по стенам, и это, друзья, производит просто неизгладимое впечатление, потому что для того, чтобы изготавливать такого сложности машину, друзья, ее надо сначала сконструировать, это тоже тут одни тодики нам говорят, там у вас ни документов нет, ничего так сказать, это, знаете, мозгов нет у людей, которые сегодня начинают такого рода делать анализ, а соответственно, когда все это в комплексе видится и конструкторское бюро, и производство, и на сегодняшний момент 39 гектар, это непосредственно той строительной 4 ветки различных видов транспорта, уже сегодня принято решение о продлении на 16 километров, это уже разгонного участка, который даст 500 километров в час, и соответственно, прилежащая земля сегодня оформлена уже для другого вида работ, это уже связано не напрямую с технологией Skyway, а все, что связано уже именно с Sky Technology, то есть это новое направление и ГУМУС, и новое строительство, и так далее, и это специально сделано отдельным уже парком, который оформлено сегодня как земля фермера Юницкого, так что у нас Анатолий Дуарович является не только генеральным конструктором еще, но и, наверное, одним из самых крупных фермеров в Беларуси, на которой отрабатывается, друзья, еще очень много видов технологий, которые также будут менять наш современный мир сегодня, и когда, друзья, в комплексе любой партнер, любой инвестор видит то, что тут происходит, и та юридическая схема, которая сегодня отстроена и защищает партнера и инвестора, которые вносят свои инвестиции, то сегодня это, друзья, как закономерность все больше и больше доверия к проекту, и все больше и больше людей, которые входят, доверяют и рискуют своими инвестициями, потому что мы, друзья, постоянно повторяем. Венчурность еще никуда не ушла. Наш Skyway проект это стопроцентный венчур. Стопроцентный это значит, вы можете потерять все свои инвестиции, которые вы сделали. Но, друзья, мы работаем над тем, чтобы первая технология стала очевидным, и она показывает, и за это время, по-моему, никакой претензии ни к генеральному конструктору, ни к конструкторам, которые делают документацию, ни к нам, как к директорскому составу, который сегодня доводит информацию, претензий, я думаю, что быть не может, потому что то, что сегодня демонстрируется, друзья, это, конечно, не то, что впечатляет, это уникально. И тот, кто может оценить, этот, друзья, оценивает. Так, ну что, я тогда на этой ноте передаю слово Алексею Суходоеву, я в конце еще, друзья, как всегда, несколько подведений итогов и то, что нас ждет в ближайшее время, а Алексей расскажет свою точку зрения на то, что происходит, на как события, которые сегодня развиваются, ну и немножко, наверное, поделится теми планами, которые нас с ним ожидают. Еще прокомментирую, это тоже, друзья, исходя из вчерашней встречи, что Алексей Суходоев это человек, который три года назад первый раз услышал о проекте, в марте приехал на первую конференцию просто как слушатель, а сегодня, я могу сказать, это один из тех активнейших директоров, который развивает проект Skyway и на таких, как он, потому что это сегодня уже десятки и сотни людей, как раз и движется весь проект, развивается, ну а мне, я могу сказать, очень приятно вместе с ним работать. Так, Алексей, тебе слово. у него, правда, там технические проблемы сейчас. Благодарю, благодарю, Сергей Анатольевич. Очень-очень приятно. Здравствуйте, дорогие друзья. Сергей Анатольевич, сейчас вот многие вещи, которые казались нам не очевидными и каким-то далеким будущим, говорит с такой легкостью и действительно простотой, но никто не мог предположить, что в 2014 году мы дойдем действительно до того этапа, до которого мы сейчас дошли. Я хотел бы, дорогие друзья, остановиться на нескольких паспектах, то есть мы с Виктором Бабуриным обсуждали и вообще вот как бы как подавать информацию, каким образом рассказывать, не рассказывать. Ну, естественно, мне ничего не рассказывается, потому что я тут ничем не отличаюсь от кого-либо. И информацию нужно давать строго сегментированно, дорогие друзья. Вот хотелось бы сделать акцент на то, что мы корпорация, которая стремится стать одной из самых прибыльных в мире корпораций. То есть обогнать Apple и так далее при наших технологиях, при нашем темпе развития, при наших заказах по всему миру, которые уже сейчас формируются, это реально возможно. Но на что хотелось бы сделать упор, действительно, как бы серьезный упор. Вот то, что сейчас мы наблюдаем и услышали, кто там точную цифру, откуда-то знает по Индии. Мы называем, как это вышло уже из уст, в районе одного миллиарда Индия. Но вообще-то это закрытая информация, дорогие друзья. И достаточно было бы, давайте к этому действительно привыкать, потому что мне очень хочется узнать сколько, где, с кем, какая протяженность, потому что да, это поможет при переговорах, но это действительно коммерчески важная информация, которая, если утечет куда-то, то это называется промышленный шпионаж, то есть за это очень большие деньги платят специалистам специальным, которые с автологией такая у меня получилась, которые следят, которые внедряются в корпорацию, которые узнают о планах, которые узнают о проектах и сразу та компания, которая им платит, возьмем даже вот у нас к примеру представим уже развивается высокоскоростное направление, возьмем те конкуренты, которые действительно в высокоскоростном направлении у нас нет и есть и надеюсь по Фрейду кстати оговорился нет, в будущем наверное так и будет и те корпорации, которые будут заказывать вот этот промышленный шпионаж они естественно будут счастливы когда вот так вот в открытую будут рассказывать информацию где, сколько, соответственно как это делается это делается таким образом что нанимаются определенные люди и начинается маркетинговая война начинается серьезная корпоративная война я могу привести пример такой войны вот что было Сергей Анатольевич очень хотел Galaxy Note который сейчас не выпускается и который типа воспламеняется но на самом деле это результат маркетинговой войны и последствия вообще для компании маркетинговой войны которая будет организована профессионально за большой бюджет они нисколько не стоят рядом между тем чтобы мы с вами узнали какая стоимость будет в том или ином адресном проекте я искренне надеюсь что вот это вот то что по Индии то что по Арабским Эмиратам нам достаточно знать что работа непосредственно ведется в той или иной стране все хорошо и вот нам этого действительно достаточно если кто-то конкретно ведет адресный проект и вот представители арабских стран представители стран Персидского залива с которыми мы будем общаться и мы тоже непосредственно тоже эту сделку готовили с нашими лидерами Фронтишиком Соларом и другими лидерами там выход как Сергей Анатольевич сказал на палату арабских стран которая по счастливому обстоятельству и такому же счастливому обстоятельству как Сергей Анатольевич познакомился с Лебедем Александром Ивановичем в самолете и после этого Лебедя Александр Иванович через свой фонд губернатора показал полное финансирование почти тестового участка в городе Озеры вот арабская делегация приезжает с конкретной причиной уже ну примерно как Аурикон то есть там будет компания также на уровне Аурикон только в арабском мире естественно никто эту информацию также не будет распространять потому что только нам достаточно сообщить пока вот эту информацию нельзя распространять название хотя бы компании с которой эти люди приезжают их могут переманить потому что мы сейчас действительно участвуем в такой мировой борьбе за инновацию за инновационный технологический прорыв и история показывала какая награда награда это огромнейшая капитализация и при наличии стратегии на 5, 10, 15 а даже у нас 20 и 30 лет вперед компания действительно будет процветать радовать своих акционеров но действительно парадокс и наверное это недостаток краудинвестинга то что информация многое коммерческое так вот просто в открытую говорится просто вот у меня нет слов то есть нет такой корпорации которая в открытую говорила бы такую информацию поэтому я думаю что все будут воспринимать абсолютно нормально когда без какой-либо уточняющей информации будет сказано что началась работа в Индонезии результаты выставки прошли хорошо без конкретики с кем общались сколько денег сколько адресных проектов какие направления вот самое главное ради чего мы здесь собрались в оконцове то есть это естественно каждый предполагает свою выгоду но выгода никакой не будет если на голубом блюдечке с голубой каемочкой будет даваться эта информация нашим конкурентам в этом плане я Виктора Бабурина абсолютно поддерживаю и не обессудьте когда мы будем говорить Сергею Анатольевичем такие фразы как много хорошо супер будем называть страны если позволят если нам вообще расскажут и это хорошо что нам некоторые вещи не будут рассказывать потому что ну мы подолгу своей службы так скажем на поприще вебинаров на одной из направлений своей службы в Skyway иногда для усиления информации может что-то проскользнуть мы искренне тренируемся и то что мы говорили допустим год полтора года назад тренировка была намного более такой вот менее серьезной и сейчас мы огромное количество информации держим которую нельзя разглашать потому что представители головной компании подписывают соглашение на неразглашение конфиденциальной информации там я думаю что очень серьезные условия те проекты которые носит в голове Кирилл Бадулин это вообще просто кладезь для наших конкурентов для тех людей которые нам стараются помешать а помешать нам действительно пытаются многие этому показатель я был и удивлен и не удивлен но для меня это показатель тот инструмент который появился буквально 10 дней назад даже 8 дней назад которым мы никому не говорили бизнес секрет вот на который сайт заходили мы посмотрим в какой логике мы будем развиваться далее уже после перед следующими командировками потому что за нынешними командировками последуют новые но мы действительно интересны мы очень интересны кому-то и тот кто активно развивает Skyway тот кто пиарит Skyway он будет атакован через средства виртуальной через средства массовой информации как вот Екатеринбургском Екатеринбургском который активно продвигает адресный проект такую достаточно непонятную статью написали СМИ и не разобравшись абсолютно и так далее то есть уже мы входим на тот период когда нас уже не нужно рассматривать под микроскопом под телескопом если сравнивать звездами нас уже можно увидеть невооруженным взглядом постаравшись чуть-чуть почерпать информацию поэтому я сделал такой акцент дорогие друзья давайте учиться хранить информацию и давайте действительно учиться у головной компании быть максимально конфиденциальными когда мы будем максимально конфиденциальными и не побоюсь этого слова будем приближаться к критериям закрытой корпорации именно по информации но прибыль не заставит себя ждать потому что технология ядро у нас без сравнений и вне всякой конкуренции дорогие друзья это будет провозглашено и прозвучит на многих конференциях на мировых мы с Сергеем Анатольевичем после встречи с арабской делегацией отправляемся на выставку в Чехию это город Бернео там будет выставка по инновациям мы вдвоем будем представлять и на круглых столах Франтишик будет естественно как лидер как эксперт по этому региону именно по центральной Европе и что замечательно удаленно мы что-то помогаем информацию но вообще вот лидеры на местах организуют подобные серьезные мероприятия а-ля такой местный инотранс и это это супер это растет действительно армия профессионалов почему армия потому что нам нужна будет эта армия в маркетинговых войнах нам нужно будет делать очень серьезные быстрые решения когда мы будем не то что видны вооруженным взглядом то что мы становимся станем уже огромными и соответственно нас захотят не уничтожать может быть но калечить это точно нас захотят и что я хотел бы сказать дорогие друзья вот по поводу этих новостей всех которые сбудоражили нас и меня лично и Сергея Анатольевича и Антоли Эдуардовича и Виктора Игоревича потому что Сергей Анатольевич передавал мне ту эмоцию которую он получил после звонка Антоли Эдуардовича друзья начался обратный отсчет и никто не знает никто не знает когда в этом году вот возможность финансирования откровенно говоря возможность которая бывает раз в сто лет она все ее не станет она исчезнет она пропадет но что-то мне подсказывает что в этом году это реально может произойти естественно сейчас мы не можем говорить конкретно что вот до Экотехнопарка будет смена не то что там на 9-10 может быть 11 этап а может быть и 15 этап может быть до конца этого года это произойдет но никто этого не знает дорогие друзья и что мне очень сильно понравилось Анатолий Эдуардович сказал что раньше вот до этих новостей до этих действительно весомых и показывающих преимущества показывающих интерес нашей корпорации нашей технологии для других стран пускай кто не знаком с нашей историей но может быть это и хорошо потому что будут сравнивать нас с какой-то непонятной структурой которая непонятно как привлекает финансирование но вот сейчас в начале мы общаемся конкретно с теми которым нужно решить транспортные проблемы проблемы допустим 1 миллион пассажиров в сутки это на сегодняшний день абсолютно транспорт не может решить никакой мы можем и поэтому в Индии произошли такие взаимоотношения а это лишь малая доля это малая часть этот штат от всей Индии и если вот такая сумма появилась на небольшом отрезке территории по адресным проектам то какая же сумма появится по всей Индии естественно эта сумма рано или поздно появится как только появятся реальные адресные проекты по Индии потому что в этом плане в плане транспорта второго уровня конкуренции на сегодняшний день объективной и мощной способной бороться и конкурировать с нами по контрактам по договорам ее просто нет то есть мы наблюдали как развивался SkyTrend как они еще прошлым летом должны были построить в Тель-Авиве трассу что было построено ничего не было построено друзья такую инновацию такую прорывную технологию такую технологию которую многие не понимают и не принимают именно кто является на сегодняшний день нашими стратегическими крупнейшими инвесторами мы знаем кто ожидает и мы знаем с какими суммами они ожидают должны понимать одно что вот в рынке транспорта второго уровня в марафоне транспорта второго уровня первенство сейчас держит SkyWay и я не вижу такой компании которая смогла бы Citrain вот эти вот ребята которые опоры в виде дуги сделали они не догонят как вот в русской такой замечательной песне поется нас не догонят действительно нас сейчас сложно догнать но маркетинговые войны будут но у нас сейчас начался обратный отсчет что говорит о том что у нас будет становиться все больше акционеров у нас будет становиться все больше инвесторов и сейчас действительно супер раскручивается маховик уже не за счет даже нашей конференции которых не так мало а за счет того что мы ждали вот кто начинал краудинвестинг три года и Ваня Полукаров спрашивает вот там про 5 миллионов от Словакии Словакии держат свое слово поверьте мне и то что они продекларировали это будет сделано а еще они говорили то что чисто от структуры 1 миллион они постараются сделать за 2 месяца и я абсолютно уверен будет сделано еще больше но что еще больше радует дорогие друзья то что сейчас мы находясь в том инструментарии находясь в том сервисе и даже вы видите каким образом мы проводим иностранные вебинары то есть какую конструкцию придумал Сергей Анатольевич и это не зона комфорта это антизона комфорта вот в таких условиях мы добиваемся успеха если Анатолий Эдуардович в условиях ранее недофинансирования смог сделать действительно такое вот светлое воплотившееся будущее в виде генерального технического прогона юнибайка в виде уже закладки концепции грузового транспорта который будет продемонстрирован уже на экотехнопарке в июле ну дорогие друзья что же будет при достаточном и абсолютно таком вот с избытком финансирования во что-то мне будет подсказывать всегда что все будет супер потому что мы строим Skyway мы делаем благое дело на во имя всей планеты я бы сказал и поэтому все больше и больше людей будут просыпаться не побоюсь этого слова и думать а почему бы же раньше не знал о Skyway я желаю вам как можно большим людям рассказывать о Skyway чтобы наши вебинары чтобы остальные вебинары ломились от количества людей настало время тысяча две тысячи три тысячи вчера мы показали что реально с помощью холодных контактов работать и посмотрим может сделаем вообще всеобщим это принципом но мы это будем говорить не только русскоговорящим мы это будем говорить всем на всех языках на которых сейчас у нас ведется общение и вещание но таким образом дорогие друзья то есть я хотел бы акцентировать еще раз обратный отчет пошел и будет даже вот когда лендинг запущен было стало там будет этот обратный отчет ну так вот с запасом он будет взят до конца 2017 года и сколько еще делегации планируется уже запланировано даже мне кажется что Панатолий Эдуардович цифру десятки адресных проектов которые будут уже подписаны он взял с запасом как и все делает в своей инженерной школе которую будет слушать и которой будет следовать весь научный мир и общество человечество в целом строй skyway строй вот ну да вот тут как раз писали что Анатолию Эдуардовичу низкий поклон и мне тоже Николай наш очень интересный такой товарищ своеобразный который очень много таких интересных мыслей пишет что надо сейчас уже там делать и показывать значимость того что делается здесь друзья как раз я сейчас я уже показывал просто еще раз это наш с легкой руки Женя Петрова манифест skyway то есть это журнал транспортная стратегия я его показывал уже очень много интересного мы на следующей неделе постараемся получить нужное количество экземпляров и можно будет наверное даже делать рассылку заказывать здесь видите skyway прямо на суперобложке тут с этой стороны министр соколов с этой стороны skyway и большая развернутая статья мы ее так специально назвали это программная статья или манифест который называется струнный транспорт юнитского ответа на вызову времени и пространства вот это почему я еще раз друзья останавливаюсь на этой статье здесь изложены основные принципы которые закладывались инженерной школой еще там 40 лет назад вот поэтому сейчас мы все это изложили сделали и здесь как раз уже идет автор не инженер юнитский вот а здесь конструкция идет уже что есть авторский коллектив куда и я вхожу и Алексей Суходоев и Виктор Бабурин и Евгений Петров вот то есть это вот все ребята которые вошли в Skyway которые сегодня действительно являются костяком вот той команды которая вот и юнитский уже позиционируется как руководитель научной школы как научный руководитель инженерного направления и друзья вот сейчас вот я вам просто это делаю как иллюстрацию вот мы показываем журнал мы показываем статью эту мы рассылаем мы делаем вот но отношение сейчас к тому что делает юнитский и как это то есть как написано в очень умной и значимой книге в своем отечестве пророка не бывает поэтому сегодня в Белоруссии там вот когда онлайнер вот этот Пак Пасквили написал то основной канва всех комментариев которая шла к такому что юнитского надо посадить все надо отобрать что он жулик что он вор никакой не инженер и основной посыл который шел что может быть хорошего в Белоруссии то есть в Белоруссии родиться ничего не может вот представляете друзья насколько низкая оценка насколько низкая самооценка насколько недоверие ни власти ни тому что происходит а говорит о том что ребята если бы это было в Америке или в Израиле или в Китае да это может существовать а в Белоруссии этого быть не может понимаете это плебейское Это просто такое низкое сознание людей, которые сидят и ничего, кроме собственного носа, дальше видеть не могут. И если говорить, что в России, друзья, то же самое представление. У нас все идет по инновациям, они все инноваторы. А потом, когда Дмитрий Анатольевич Медведев приезжает, то достает смартфон, который говорит, вот мы разработали тут смартфон, который сделан тоже в Таиланде, понимаете, так сказать. Вот это он показывает президенту страны. Так вот, друзья, сегодня, как иллюстрация, почему Анатолий Анатольевич, когда приехал с Индии, и он оттуда звонил очень в таких эмоциях, он мне говорит, не представляешь, насколько здесь другое понимание, насколько здесь другое отношение. Они очень четко говорят, что Анатолий Анатольевич, мы вас видим именно продолжение той плеяды, которую мы знаем. Мы все знаем, кто такой Можайский, это создатель вообще всей теории самолетостроения. Мы знаем, кто такой Жуковский, извините, все мировые академии воздухоплавания носят имя Жуковского, потому что он рассчитал и подъемные силы, и вообще законы природы, которые позволяют создавать аппараты тяжелее воздуха. Все знают, кто такой Константин Эдуардович Циолковский, это, наверное, начальник и теоретик, это футуролог, который показал всю ракетную технику, как она будет развиваться. Все знают историю успеха человека, который создал винтокрылую авиацию с гелокоптера, это все вертолетостроения, это Игорь Сикорский, который уехал из России здесь как непонятый, непринятый, и, соответственно, создал крупнейшую в мире корпорацию вертолетостроения. И когда в этой плеяде появляется новый российский инженер, русский инженер, юницкий, для индусов это понятно, индусы говорят, что вы, русские, всегда создаете, поэтому вы делаете то, что нам надо, поэтому вы приезжайте, вы работаете, вот вам все условия. Вот нам много задают вопросы, друзья, по сертификации, там, как вы будете, вот, кстати, даже по Австралии тоже это сложности, надо для этого целую-целую, там, пройти эпопею, чтобы провести сертификацию. Знаете, что индусы отвечают? Ну, когда Анатолий Иванович сам задал вопрос, а как сертификацию, он говорит, мистер Анатолий, это не ваша проблема, это наша проблема. Что для этого надо изменить в законодательстве, какие принять акты, вы, главное, делайте, что вы декларируете, вы нам это покажите. И если это будет соответствовать тем ожиданиям, которые у нас есть, уж мы это сертифицируем. И в самом деле, друзья, ну, представляете, если бы мы сегодня начали сертифицировать самолет по требованиям железной дороги 19 века, то есть в железной дороге у нее нет ни крыльев, ни... А мы говорим, ребята, ну, это же транспортное средство, оно возит людей, оно развивает какую-то скорость, поэтому давайте его сертифицировать по требованиям железной дороги. Поэтому тоже сегодня, друзья, как можно говорить о сертификации струнного транспорта, если ни одной трассы струнного транспорта нет. Это надо все создать, создать всю методологию, создать всю нормативную базу, потом сертифицировать. И если это подходить с чиновниками сегодняшними, задача которых не пустить, то, можно сказать, этого не будет никогда. Поэтому, когда мне говорят, когда это будет в России строиться, друзья, когда будет уже миллионы километров по всему миру, когда будет создана нормативная база, приняты законы, это все будет сертифицироваться, потом принесут в Россию, скажут, нате, примите законы, возьмите подзаконные акты, выпустите нормативные акты, сертифицируйте, и тогда будет строиться. Сколько на это уйдет времени? Не могу сказать. Но, думаю, друзья, безумно долго, наверное, года два, максимум три. Потому что, когда по всему миру это начнется строиться, это будет эффективно, выгодно, и развивать территории бизнесы, то сколько можно еще стоять нашим чиновникам и говорить о том, что кроме нефти и газа этих безумных потоков, которые у нас сегодня, больше никакой экономики нет. Это у них нет больше никакой экономики. Поэтому, соответственно, у них сегодня и кризисы, и все остальное. Причем кризисы почему-то только у них. В мире нет кризиса, а у наших чиновников есть кризис. Потому что сразу вспоминается поговорка про плохого танцора, и все, так сказать, это. Но, друзья, мы ни в какую политику не играем, ни в какой критикой мы не занимаемся. Друзья, мы сейчас делаем совсем другое дело. И мы идем туда, и мы вам это показываем, где ждут, где хотят и где помогаем. И сегодня Индия – это одна из тех стран, где есть действительно понимание того, что делает Юницкий. Действительно, с инженерной школой к нему отношение, что это человек, который меняет сегодня цивилизацию, потому что то, что он делает, сегодня крайне востребовано. Действительно, очень с уважением относится к его космической программе. Потому что они говорят, мы даже не могли представить, что, мистер Юницкий, вы как инженер, мыслите настолько глобально, что для вас уже даже пределы Земли и струнный транспорт на Земле – это не предел мечтания. Вы хотите выйти дальше, хотите выйти в космос. На что Юницкий всегда смеется, достает свою книгу 40-летней давности и говорит, друзья, наоборот. Я сначала начинал, конструировал космический аппарат, который выходит в космос, а потом обратным счетом пришел к струну. Какие-то движения вперед – это, наоборот, возвращение к тому, что есть. И мы как раз сегодня тоже, друзья, с точки зрения футурологии, то, что описывает будущее именно наша международная ассоциация прикладной футурологии, которая стоит на инженерной школе Юницкого. То есть вся инженерная основа сегодня нам дается именно с точки зрения наработок того, что дает Юницкий. Это мое личное отношение. Я вам приводил пример, что после прошлой поездки, когда я увидел ряд технологических решений, связанных со стрелочными переводами, с разгрузкой, погрузкой грузовых составов, друзья, я был опять в шоке, и одному тут своему партнеру, такому крупному-крупному олигарху тоже написал. Я говорю, слушай, я уже эту фразу пишу несколько раз ему за этот год, что 17 лет знаю Юницкого, и он не перестает удивлять с точки зрения именно инженерных решений. И это тоже правильно, друзья, потому что все решения он не может сейчас показать. Но те решения, которые сегодня воплощаются и демонстрируются в экотехнопарке, друзья, вот здесь вот просто вы можете мне поверить на слово, можете относиться как угодно. Но с инженерной точки зрения профессионалы, когда это видят, они просто лишаются дара речи. Я тоже рассказывал вам уже не раз, наверное, один пример, что когда делали первый полигон в Озерах, это в 2001 году, ну, с поддержкой Александра Ивановича Лебедя. И когда начали столько строить, там проводили совместную коллегию Министерства транспорта и Министерства путей сообщения. То есть тогда еще было такое. Ну и, соответственно, с губернатором Московской области тогда, Борисовичем Громовым. И президент Международной Академии, он очень долго доказывал Юницкому о том, что он не сможет очень дешево заантировать напряжения, которые будут в струнах внутри рельса. Юницкий говорил, я смогу это сделать, у меня есть решение. Он говорит, нет, я не верю. И приводил пример, что брать близнецы, которые в Нью-Йорке стояли, которые рухнули, у них внутри натяжение тросов, ну, там около 100 тонн. Так вот, под этими зданиями было 10-этажное здание под землей, которое гасило напряжение через блоки для того, чтобы эти небоскребы стояли. Он говорит, у вас под каждой опорой будет 10-этажное здание, которое по цене будет намного дороже железной дороги. На что Юницкий говорил, нет, решение очень простое, очень дешевое. Он говорит, ну какое? Он говорит, приезжайте через 4 месяца, мы вам это покажем. И когда проводили уже коллегию, когда была демонстрация прогонки первого ЗИЛа, и когда показывали, как Юницкий заантировал это напряжение, Егоров, к чести его могу сказать, это президент Международной Академии, он встал и, говорит, стоя хлопал. Он говорит, Юницкий, я действительно признаюсь, что это гениальное решение, вот, и я могу так сказать, и весь зал встал, стоя хлопал. Но, друзья, я сразу после этого привожу такой пример. Я говорю, вы что думаете, он сказал, что да, надо строить, я поддерживаю эту дорогу? Нет. Он говорит, ребята, вы построили первые 180 метров, а когда вы сделаете километр, у вас будут вибрации, у вас все разрушится, Поэтому эта дорога, это тоже ерунда, она не поедет. На что Юницкий говорит, у меня есть решение на это. Он говорит, я ему не верю, он говорит, давайте продлим это самое. Это, друзья, с точки зрения научного подхода, и это как раз и есть те инженерные ноу-хау решения, которые мы сегодня воплощаем, И что лежит в основе, друзья, нашей капитализации, именно тех активов, которые мы сегодня с вами получаем в обмен на инвестиции. И здесь, чем больше таких вот решений, а их бесконечное множество. И более того, они даже заключаются не только в сфере транспорта, сопромата и тех вот напряжений сегодня, Или взаимоотношения железного колеса, железного рельса, А еще и большого количества сопутствующих технологий, которые будут развиваться совместно со Skyway. Мы много уже много говорили, это и гумус, это и вакуумное стекло, и робототехника, и строительство, и проектирование. Вот это огромный пласт, который будет дальше вскрываться, и который дальше будет капитализироваться. То есть пределов и горизонтов, которые мы сегодня открываем, предела нет. И поэтому мы как раз и говорим, что мы работаем по уровню горизонта планирования, То есть когда доходим до одной точки, открываются следующие. И соответственно, то, что мы сегодня выстраиваем с точки зрения бизнеса, это также крайне эффективно, и границ этого не имеет. И здесь, друзья, как раз тоже очень интересно, тоже мы постоянно это произносим. И вот Алексею мне особенно приятно работать с такими молодыми парнями, Алексей, Виктор Бабурин, могу много, Саша Мосин, могу много перечислять, Много-много людей, которые за это время появились. Понимаете, и тут вот поздравлял, когда Виктор Бабурин вчера с днем рождения, Вот, он тоже вернулся с переговоров. А перед этим, буквально два месяца назад, мы вели, или три месяца назад, Вели переговоры с министром транспорта Словакии, И он ему сделал блестящую презентацию, он был просто поражен. Ты мог себе представить, допустим, еще три года назад, Когда мы только начинали там, или ты только вошел в Скайвей, Что ты будешь общаться с министром транспорта, Который возглавляет Еврокомиссию по транспорту, Ты ему делаешь презентацию, он будет настолько поражен тем, Что если он говорит, да конечно нет. И вот здесь вот, друзья, как раз это еще один новый пласт, Который сегодня вскрывается. Это то, что открываются огромные возможности перед всеми людьми. То есть сегодня запускается десятки, сотни, тысячи адресных проектов. Вы можете быть инициатором, вы можете быть инвестором этого проекта, Вы можете войти в управление, в менеджмент, в продвижение и так далее, и так далее. Это новое направление, которое сегодня идет, И оно открывает безграничные возможности перед вами, Как перед инвестором, когда можно инвестировать и получить абсолютно новые возможности По формированию инвестиционных пакетов. Это по бизнесу, то есть можно войти в развивающийся бизнес, который дальше будет абсолютно новым и интересным. Поэтому, друзья, все, что мы делаем, тут задавали вопросы по банку, по бирже. Друзья, мы работаем над этим вопросом, но я могу сказать, то, к чему мы пойдем и то, что мы вам покажем, вы сегодня даже не можете себе представить. То есть это будет принципиально новая и система расчетов, и платежная система, и интернет-банкинга, и оборота обязательств. Это то, чего ни аналогов, ни чего даже подобного в мире не имеет. Ну вот, друзья, давайте на этом сегодня будем заканчивать. Все, что мы хотели вам рассказали, показали. Я думаю, что до подготовки к смене дисконта, который пройдет 8 марта, все готово. То есть тут уже все вопросы, ответы на вопросы связаны с продлением дисконтов, с рассрочкой, с снижением дисконтов. Я думаю, у вас уже все, все эти ответы есть, понимание есть. Поэтому, друзья, давайте движемся, готовимся. Используйте это время максимально эффективно, если вы считаете, что вам интересно, и в этом проекте вы будете и хотите участвовать. Сейчас, друзья, самое благодатное время, потому что дальше венчурность будет снижаться, венчурная премия будет снижаться, как естественный процесс. Реально включен уже обратный отсчет, то есть теперь уже очевидно, что в обозримом будущем вход будет закрыт. Когда, друзья, это конкретизируется где-то, наверное, к апрелю, ближе к маю, вот, когда станет понятным, сколько будет еще краудинвестинг по времени. Ну, а использовать эти возможности, которые бывают очень редко, конечно, мы вам очень рекомендуем, поэтому смотрите, изучайте, и, соответственно, если принимаете решение, то подключайтесь к нашему проекту. Ну, вот, друзья, на этом заканчиваем. Строй, скайвей, спасай планету. Вечером Алексей, как всегда, он может это говорить на шести языках. Я, к сожалению, еще пока не могу, я только учу, вот, но я думаю, что к концу года, как минимум на десяти языках, строй, скайвей, спасай планету, я уже, наверное, произнести смогу. Все, друзья, всего доброго, до новых встреч. Вечером у нас наш уже юни-скайвебинар вместе с европейскими партнерами в 21.30 по московскому времени. Еще раз, друзья, 21.30 по московскому времени единый вебинар для всех европейских партнеров. Все, друзья, всего доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok